Институт археологии Российской Академии Наук на три дня стал площадкой для международной научной конференции, посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского. Форум проходит под эгидой Российского исторического общества и при поддержке фонда «История Отечества». Мудрость и отвага, присущие князю, во все времена поддерживали и вдохновляли наших соотечественников. Убежден, что сама личность этого выдающегося правителя, как и его бурная эпоха, о которой осталось не слишком много письменных источников, должны стать предметом самого пристального изучения со стороны представителей разных исторических дисциплин. Сергей Евгеньевич Нарышкин. И буквально несколько слов от себя. Все, наверное, особенно присутствующие здесь члены Российского исторического общества заинтересованы в том, чтобы современное научное представление, основанное на источниках, научное представление и о самом Александре Невском, и о развитии его образа народной памяти было бы доступно людям, было бы доступно обществу. И чтобы те выводы, те заключения, которые делаются на этой конференции, стали бы известны за пределами этого зала. Вернуть Александра Невского в его время – такими словами начал свое выступление директор Института археологии Николай Макаров. И обращаясь ко многим публикациям юбилейного года, мы видим, что фигура Александра как бы отрывается от своей исторической эпохи. Она переносится из исторического пространства в пространство идей, в пространство абстрактной геополитики. Но события эпохи Александра Невского, его жизнь, его личность, конечно, они принадлежат истории, и они остаются предметом глубокого профессионального изучения. И мне кажется, что наша задача – вернуть историзм, вернуть Александру Ярославовичу в контекст своего времени, от которого вот он отрывается. Эту задачу ученым осложняет тот факт, что материальных свидетельств об эпохе Александра Невского сохранилось крайне мало. Одни из них – княжеские печати, которые, как предполагают исследователи, указывают на святого покровителя, в честь которого Александр получил в крещении свое имя. Святых Александров-воинов известно три – воин римлянин, воин египетский и просто воин. В честь какого из этих святых был крещен князь Александр? Виктор Кузьмич Зиборов высказал предположение, что он был назван в честь святого Александра Римлянина, память которого чтится 13 мая. К этой дате в настоящее время историки относят рождение святого благоверного князя Александра Невского. Еще одним источником сведений служит житие Александра Невского, изучение которого в то же время для историков представляет определенную сложность. Основная задача составителя жития – сообщить не о бытовых деталях биографии, которые интересуют летописца, а отразить внутренний духовный рост будущего святого. Вот как, например, описывается Невская битва. Образ русского князя представляется как действующий по вынужденности. Князь апеллирует к божественному становлению, согласно которому каждому народу положен предел, граница, и никто не должен приступать к чужую часть. Но он обращается к Богу, говорит знаменитые слова «не в силах Бог, но в правде» и в «мале дружине» выступает против неприятеля. Не обошли на конференции один из ключевых вопросов, связанных с временем правления Александра Невского – выбор между подчинением Орде или Западу, то есть католическому миру, посягавшему на веру русского народа, или монголам, желавшим получать дань. И после своего возвращения из поездки по владениям монголов, в ходе которой Александр посетил Каракарум, столицу монгольской империи, Александр ответил на предложение церковной унии, сделанное папой, ответил отказом. Можно ли говорить, что тем самым он делал выбор между Востоком и Западом, который ему ныне часто приписывают? Такая постановка вопроса была бы правомерной, если бы существовала в тот момент реальная альтернатива. Но ее не было, что как раз показал пример Даниила Галецкого, который долго поддерживал отношения с папским престолом, были там периоды спада и подъема в этих взаимоотношениях. Но в конце концов никакой помощи против монголов он не получил и не мог получить, потому что не было единства у правителей западноевропейских, и они не были способны организовать соединенный крестовый поход против монголов. Государственный деятель, полководец, дипломат и святой имя Александра Невского неотделимо от истории России. Когда, говоря словами Пушкина, издыхающая Русь прикрыла собой от монгольского нашествия Запад, именно он стал таким знаменем, национальным знаменем, благодаря которому, под которым собрались оставшиеся силы, и благодаря их трудам и подвигам сумели наши предки сохранить и государство русское, и, собственно, сам русский народ. И еще один частный, но очень показательный факт, который привел Юрий Петров. Орден Александра Невского сохранялся в капитуле орденов и Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации. Служба информации Фонда История Отечества. Служба информации Фонда История Отечества